Кофейный дозор На страже кофейных зерен Оп-оп, и тут заставочка пошла А нет, снова не ушла Всем белка, с вами Катя Бельщик И сегодня у нас уже третий выпуск Кофейного дозора Мы с вами проедемся по двум кофейням Москвы И узнаем, где же кофе вкуснее Сегодня у нас по плану кофейний лес Которая находится в музее Москвы А также кофейня Ростер Кофе Кофейний лес числится в множествах рейтингов По Москве, на афиши, на вилладже У них уже около четырех точек по Москве А кофейний Ростер открыл совсем недавно Но при этом у нее уже много почитателей И давайте посмотрим, что оно да как А вот мы с вами и приехали в лес кофе Вот она, такая небольшая уютная кофеинка Ну я не знаю, уютно или нет еще Сейчас будем с вами смотреть, что да как В первом выпуске вы меня просили еще учитывать несколько факторов Я не буду добавлять кофейные зерна А просто буду рассказывать на словах А что именно? Это интерьер, можно ли там посидеть, уютно ли И также какая там есть еда Можно ли там прийти и покушать Потому что мы берем кофе на вынос А кто-то хочет просто прийти в кофейню Привезти там хорошо время с друзьями и семьей Погнали Так, можно пожалуйста Большой капучино Вам с собой здесь сделать С собой С собой Так, а что-нибудь есть у вас такие младенькие кофе Или какой-то такой специфический? Нет? Только классика Только классика Окей, тогда большой капучино, пожалуйста Я просто планировала вообще карты платить, поэтому Ну что, друзья Вот наш, значит, заветный стаканчик кофе Ветер мне в лицо Ничего страшного Быстренько начинаем критерий Пока кофеок не остыл Бежливость парить-то, в принципе, да Но так на нас прям как-то огорчились Что, типа, у вас нет 50 рублей И я хотела вообще пайпасом заплатить Сказали, типа, не везде вообще-то есть И все такое Как-то так грустненько Мальчик прям просто, ну, как бы начал там искать деньги Мне тоже даже прям стало даже самой как-то неловко за эту сдачу Но в целом очень, да, так прям по-доброму Интересный факт Сладких напитков вообще ноль Только классика Собственно, взяли мы всего лишь капучино Поэтому сегодня один стаканчик будем пробовать Давайте завежливо все-таки поставим зерно Мне понравилось, да Сам стаканчик кайф Полный кайф, серьезно Мне нравится дизайн Мне нравится крышка Она такая матовая, очень интересная Он очень термоустойчивый Не нужны никакие холдеры Все круто Зернышко Тут, кстати, инстаграмчик написано Ну все, мне нравится стакан Определенно, да Давайте быстрее пенку смотреть Пенка топовая Я сейчас уже просто немножечко села Но когда мне дали кофе Я надеюсь, был кадр в кафе заснят Мне понравилось крайне И мне сделали сердечко И мне всегда это приятно Хоть как-то Потому что некоторые вообще даже не парятся Просто наливают там Как пойдет За пеночку зернышко Так, пока все идет крайне хорошо Но главное это, собственно, вкус Мне нравится Мне очень нравится Мне нравится сам вкус кофе В сочетании с молоком Все в идеальном балансе Не горчит, не кислит Прямо-таки неожиданно приятно Но сладкий кофе мы оценить не можем Но, видимо, здесь все-таки борются именно за классический кофе У них есть альтернативные Куча там методов Аэропресс, фурровер Вкусненького, как бы, сладенького нет Я знаю, что многие из вас это любят Но, как бы, добавим сахарок И все Давайте-ка мы дадим придирчивому оператору попробовать Потому что с меня зерно Че, будешь презираться? Мне прямо он загрязывается А, да, кстати, я этот момент упустила Немножко я так вкусу Да, немножко он перегреет Совсем чуть-чуть Он перегрет Я сейчас Короче, мы придирчивому оператору ввели для того Чтобы просто это зерно всегда пустовало Поэтому, увы, перегрет Да, я, в принципе, с этим чуть-чуть согласна Но все-таки Учитывая факт, сколько я уже пробовала Это достойный кофе Я думаю, что не зря кофейный лес числится там В топах везде Соотношение цены-качество 250 рублей 300 мл Ну, средняя цена на рынке Нет, это дорого Короче, мне кажется, надо просто камеру менять Оператору все не нравится Мне нравится 250 рублей Не знаю Ну, прям вкусно Кофе еще Сами зерна, знаете, отдают таким легким-легким лесным орехом Шоколадом Вот если само зерно оценивать Мне очень нравится Цена-качество Ну, я не знаю А как отдавать? Ну, давай Подай половинку отдадим Если ты не хочешь Нет, просто нет Ну, дорого Мы посовещались и решили, что такой стакан должен стоить не больше, чем 200 рублей Потому что он достаточно маленький Хоть он и классный Но кофе же перегрет Я поэтому все Сибиро вообще никак не оцениваю Поэтому зернышко мы не отдадим Но за все остальное пунктики мне понравилось Так, теперь все Значит, отвлечемся Кофе будет стыть Что потом, может, он спокойно допить Он же перегрет Что касаемо самой кофейни Вы просили рассказать, что там внутри Кадры вы уже видели Там темно Ну, как бы, да, располагает, в принципе, посидеть Все, интерьер весь полностью деревянный Посадочных мест, в принципе, достаточно Уютно, не знаю, на любителей Я не могу сказать, что я бы там просидела много часов Ну, в принципе, not bad Из еды нет практически ничего Вы тоже видели Там есть какие-то безешки, кексики Но нету ничего сытного Там салаты, сэндвичи, не-не-не Поэтому, как бы, решать вам Кофе вкусный Если просто прийти Как бы здесь у нас поблизости парк культуры Вот пришли, взяли кофейку Взяли кусочек кексика И пошли гулять Но именно вот прям прийти посидеть Не знаю Просто мой пафс, он меня не выдерживает Уже у меня кем-то слетает Такая там дверь достаточно антуражная Не знаю, я бы побоялась туда зайти Но я знала, что надо И я знала, что это кофейня в топе рейтингов Поэтому туда пошла Я думаю, все и так понятно Мы продолжаем наше путешествие И теперь перемещаемся в ростер кофе Вот мы с вами и приехали в кофейню Ростер на Тверской Емской Вообще, ростер это большая машина Для обжарки кофе Я изначально, когда их нашла Читала Ро Астер Perfect English Спасибо, но потом все-таки дошло Что ростер правильно говорит Давайте зайдем сейчас вовнутрь И возьмем кофе и поснимаем Здравствуйте, мы вот у нас стандартный капюшино И подскажите какой-нибудь вот у вас фирменный кофе Самый вкусный У нас сейчас появились новые Вы колорные или горячие? Горячие Стакан с собой У нас есть апельсиновый раф Мы с апельсиновым делаем Раф ежевик и грибку Ну давайте ежевик и грибку И есть еще раф малина Это новый, да? Это совсем самый новый А какой вкусный Давайте лучше ежевику Ежевик и грибку Да Погнали обозревать Ну что, вот мой капюшино Все достаточно быстро Постояли, музыку послушали Все Что у нас? Стаканчик Стаканчик В принципе, норм Как бы, баллый кушек Черный Просто наклеечка Белая крышечка Достаточно Ну такое чуть-чуть, конечно, чувствуется Что как-то горяч Но не прям не обжигает Давайте отдадим зерно Пенка мы уже вам показывали сразу После того, как нам сделали кофеек Просто она сейчас немножечко осела Потому что мы ждали раф Но очень даже Здесь нам взял не сердечко Какой-то Сточки чего-то Не знаю, чего Оценим вежливость бариста Мне очень понравилось Девочки достаточно такие Вежливые Улыбчивые По-любому зерно Давайте, самое главное Это вкус Вкус Не перегрет Это факт Да Ну переговоры Они такие Как бы Не важно Да ничего Да ладно Да будьте как дома Так, давайте я попробую сладкий кофе Смотри, здесь нам приготовили с вами Раф Ну а что мы ждем от рафа собственно Он не сливочный Я думаю его на молоке делали Сам капучино Не знаю, мне прям сложно оценить Он вообще не плох Он прям не плох Попробуй-ка ты Сейчас я... Что же нам скажет придирчивый оператор? Придирчивый оператор уже полстакана выпил Пока придирается Видимый not bad Вкусный, но горько Горько? Да Сириусный? Оно такое более... Более, более... Ну более горькое зерно То есть там было такое мягкое, нежненькое Вот что я говорю Вот все-таки Если сравнивать То там кофе был лучше Но то, что горячий Я просто любитель горячего кофе Этот кофе хорош Это факт И сладкий напиток тоже прекрасен Как отдадим зерно За что? За вкус? Ну за вкус, да Я думаю мы отдадим за вкус И придирчивый оператор И я, собственно, мы решили отдать Потому что кофе очень даже хороший А теперь поговорим о цене За все эти два напитка я дала 450 рублей Капучино стоил 200 Я считаю это хорошая цена Как мы и говорили 200 рублей Все, что в пределах 200 рублей Это ок Сладкий напиток стоил 250 При том, что он с посыпочками Сиропчиками Вполне себе Да, соотношение ценного качества Объявленное зерно Теперь я вам расскажу Что же было внутри Мне очень нравится там обстановка Единственный минус Слишком мало посадочных мест Если вы придете в Чизпик Вы вряд ли вообще найдете себе там место Это факт Но все достаточно уютно Какие-то очень красивые лампочки Еще крайне фотогеничные столы Фотки для инстаграма делать будет просто вау Такое темное дерево Мне очень нравится Меню Меню огромное Куча завтраков Каши Сырники Салаты Всякие брускеты Сэндвичи Вы точно как бы не останетесь здесь голодным Сейчас они пили летнее меню Много холодных напитков Также нам предложили Раф, малина, базилик Но мы решили все-таки по классике Пойти, потому что взять что-то из старого меню Что уже отработано И мне лично очень понравилось Я думаю, надо сейчас просто пойти здесь и пообедать А сейчас мы с вами будем подводить итоги Ну что, дорогие мои Пришло время решающего кофейного зерна Выбор у меня будет крайне сложным Потому что С одной стороны В ростере мне понравилось все Обстановка Разнообразнейшее кофейное меню Много альтернативы Также много вкусняшек Всякого разных Но с другой стороны В лесе мне гораздо больше понравился сам кофе Я не знаю, был ли он перегрет или нет Я любитель горячего кофе, как я уже говорила Поэтому мне было крайне вкусно В ростере мне чего-то не хватило Раз у нас с вами кофейный дозор То, скорее всего, я выберу Как вы думаете, кого он? Правильно, лес кофе Отдаю без зазрения и совести Я считаю, лес победил И не зря числится в топовых рейтингах кофе Сходить туда обязательно стоит Я думаю, лучше берите кофе с собой на вынос Все-таки у них и прекрасный стаканчик Если вы не хотите ничего кушать Заходить просто именно вкусный кофе попить То, пожалуйста, приходите наслаждаться туда Ну, а если вы за обстановочкой И не боитесь того, что там будет все битком и занято И чтобы найти какое-то место Тогда выбирайте ростер Кофе вы там тоже вполне себе насладитесь Также вы попробуете там новое летнее меню Кучу всяких разных вкусов Сиропы, как я понимаю, самодельные Все достаточно натуральное и интересное Вот такие выводы, друзья Ну что, друзья, огромное всем спасибо за просмотр Надеюсь, вам понравился такой выпуск И напишите обязательно в комментариях В какой бы из этих кофеин хотели бы побывать вы А может быть, вы уже были И напишите свое мнение До новых встреч и всем белка! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok